Добрый вечер! Подзорную деятельность за частными охранными предприятиями, работающими в школах. Нужно ли говорить с детьми об антитеррористической безопасности? И необходимо ли ужесточение закона о приобретении оружия для физических лиц? Ответы на эти вопросы мы будем искать сегодня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить в студию по номеру телефона 505020, код города Иркутска 3952. А также проголосовать в нашем интерактиве, ответив на вопрос. Охрана в школах должна осуществляться силами. Первый вариант – частных охранных предприятий. Второй вариант – Росгвардии. Третий – затрудняюсь ответить. Я готова представить сегодняшних гостей в наших студиях. Это заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы, начальника отделения контроля за частной охранной деятельностью, Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардией по Иркутской области, майор полиции Александр Захаров. Александр Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева Татьяна Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. И начальник отдела развития общего образования Департамента образования администрации города Иркутска Наталья Прокудина. Наталья Вениаминовна, здравствуйте. Татьяна Витальевна, я хочу вам задать первый вопрос. На мой взгляд, очень важно поднимать и говорить об этом не только после каких-то произошедших трагедий. И более того, хочу сказать, что я не стала делать программу именно в сентябре, когда произошла трагедия в Ижевске. Я подумала, что, наверное, лучше говорить об этом и как-то системно подходить к этому вопросу. На ваш взгляд, как мы можем обеспечить безопасность в школах? Понимаю, что вопрос такой первый очень общий. Я, наверное, вас в первую очередь поблагодарю, что действительно вы переждали тот период времени. И мы сегодня встречаемся и говорим на эту тему уже более, наверное, с холодным рассудком, нежели эмоционально. Здесь, наверное, надо подходить системно. Здесь нельзя только брать образовательное учреждение и все время говорить о том, что недостаточно организована охрана. Но это не закрытое учреждение, это все-таки образовательное учреждение, школа, куда дети приходят ежедневно. И какие-то создавать препятствия при прохождении самими же детьми, прохода в школу, это, конечно, усложнит весь образовательный процесс. Здесь необходимо нам, наверное, в системе подойти и к осведомлению самих детей в вопросах безопасности, как себя вести, каким образом сигнализировать, если вдруг у них возникли какие-то подозрения, или они узнали, они общаются между собой, услышали, как одноклассники о чем-то говорят. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день очень много сигналов, как раз касающиеся того, что дети сами услышали, увидели, прочитали в социальных сетях. Здесь как раз, наверное, и надо говорить и о обществе в целом, которых окружают лица, вызывающие какие-то подозрения, и не проходить мимо, сигнализировать. Тем более, что на сегодняшний день настолько простроена прямая связь с правоохранительными органами, что, наверное, не всегда даже можно указать и свою фамилию, если опасаетесь за какие-то последствия. Главное просигнализировать. И, конечно, на мой взгляд, с учетом последнего события, это, конечно, закон о психиатрической помощи. Мы об этом обязательно сейчас поговорим. Это следующий вопрос, который я хочу обсудить, что это очень важно. Для нас дозвонился Александр. Добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос либо мнение. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Здравствуйте всем присутствующим. У меня такой вопрос. В связи с последними событиями, которые у нас разворачиваются, у нас в ФСБ там поймало подрывников туда-сюда. Как вы думаете? Я думаю, что все-таки школы должна охранять Росгвардия. Либо, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня, объясните вашу точку зрения. Я не знаю, правда, к кому я честно обращаюсь. Ну, как бы, либо к военному к нашему, либо к представителям к нашим. Ну, вот, если вдруг я не прав, пожалуйста, поправьте меня. Спасибо. Вот мы как раз собрались здесь, чтобы разобраться в этом вопросе. Наталья Вениаминовна, расскажите, а как сегодня действительно осуществляется обеспечение безопасности? Кто охраняет иркутские школы? Иркутские школы у нас охраняет физическая охрана, это частные охранные агентства. Все детские сады и все школы обеспечены охраной. Плюс еще у нас обеспечена охрана с помощью инженерно-технических средств. Это видеонаблюдение, это тревожные кнопки, это магнитные замки в детских садах и частично в школах. И все технические средства постоянно проходят проверку и плановую, и внеплановую. Поэтому мы говорим о том, что обеспечено. Спасибо. Александр Владимирович, действительно могут ли родители выбрать в качестве услуг охраны сотрудников Росгвардии? То есть не частные охранные предприятия, а именно вневедомственную охрану. Правильно это называется? Вневедомственная охрана. В настоящее время у нас под охраной и вневедомственной охраной и так находятся все школы. Это с помощью кнопок тревожной сигнализации мы охраняем их на настоящий момент. Но дополнительно если выставить физическую охрану, то перезаключается договор уже непосредственно между руководителем школы и представителем вневедомственной охраны. То есть если такая договоренность будет достигнута, то физические сотрудники Росгвардии. Здесь, наверное, больше зависит от желания родителей. Выделяются ли у нас деньги из бюджета? У нас деньги на охрану. Для обеспечения охраны выделяются деньги из бюджета города. Все верно. А получается, что если это будут сотрудники Росгвардии, то тут уже родители как-то должны дополнительно? Нет, нет. Все зависит от бюджета образовательных учреждений, которые запланированы на обеспечение данной безопасности. То есть определенные суммы есть охрана вневедомственной охраны, охрана ЧОПами. То есть все зависит от бюджета, который может охранить. То есть поборы родительские на охрану они не производят, они не нужны. Обеспечение жизни и здоровья детей – это задача образовательной организации. И каким образом она организует именно эту деятельность, то это, конечно, администрация решает сама. Но с участием, конечно, всех участников образовательного процесса и с родителями тоже обсуждается. Но все действительно сходится к бюджету. Вы знаете, вот еще тоже вопрос, наверное, даже вот не знаю, кому из вас его адресовать. Если мы зайдем в любое абсолютно здание, где находится любое из ведомств, да, мы увидим, что там стоят металлоискатели, что там сидит охрана, причем обычно она сидит за стеклом, за которым не видно, кто там сидит. Это обязательно проверка документов. Это обязательно вы не пройдете ни в коем случае в это здание, если к вам не спустится сотрудник или не выпишет вам пропуск. Вот, может быть, такую же систему нам применять как раз и в образовательных учреждениях? Но это все в школах тоже есть. Есть охрана, то есть охранники, которые непосредственно проверяют документы, кто приходит в школу. Соответственно, точно так же ведется видеонаблюдение, так же тотально должны проверять приходящих, уходящих. То есть в школу контроль и в детские сады осуществляется. Так же и металлоискатели, все это есть. А какие варианты выбора услуг? То есть здесь, получается, выбирает школа, зависимая от своего бюджета, правильно я понимаю? А какие разные, чем отличаются эти частные охранные предприятия? Сами по себе охранные организации не отличаются. У нас есть только виды деятельности, которые разрешены той или иной частной охранной организации. В нашем случае это седьмой вид деятельности, который подразумевает антирористическую безопасность на данных объектах, который имеет данный вид, чтобы идти и допускается к данному виду работы. Соответственно, единственное, что у нас охранники могут подразделяться на категорию условно 4-5-6 разряда. И это уже зависит от руководства учебного заведения. Если заложат в техническом условии, что им необходим охранник 6-го разряда, тогда, соответственно, частная организация выделит им охранника 6-го разряда. Охранник 6-го разряда, давайте мы уже снимем для технических. Охранник 6-го разряда, он уже наиболее подготовлен, он уже имеет правила обращения с огнестрельным оружием, ну, соответственно, спецсредства и все остальное. Охранник 4-го разряда, у него ограниченное обучение, ограниченное применение специальных средств. Ну, соответственно, как правило, мы видим в 4-й разряде это так называемые бабушки-дедушки, но они, конечно, прошли специальную подготовку в негосударственных образовательных учреждениях, получили допуск, сдали определенный экзамен в Росгвардии, подтвердили свою квалификацию и потом работали. Ну, то есть они обучены правильному алгоритму действий, так скажем, да, в случае каких-то ситуаций? Ну, да, антиристическую безопасность проходит в образовательных, не государственных образовательных учреждениях, то есть там это целый подвид, одну из деятельностей, то есть они изучают и, соответственно, сдают экзамен. Ведется ли надзорная деятельность за работой частных охранных предприятий? Кто ведется? В целом, конечно, она ведется, мы для этого используемая служба лицензионной разрешительной работы, она осуществляет контроль. Что касается непосредственно школ, то они организуются, как правило, в преддверии начального учебного года, либо поступления запроса. У нас, как правило, это делает администрация районов городов, выходит с предложением создать комиссию, провести, обследовать данный объект. В эти комиссии могут включаться как сотрудники вневедорственной охраны, потому что, как правило, тревожное реагирование идет на ГБР вневедорственной охраны. Ну и также подразделение лицензионной разрешительной работы, которое непосредственно на объекте уже проверяет у нас физическую охрану, которую осуществляют охранники на посту. Там мы смотрим уже непосредственно их документацию, введение, должностные обязанности, что им присмотрено, их статус проверяем в первую очередь, частного охранника, который подтвержден у нас в достоверении. Проверяем личную карточку, это принадлежность конкретной организации, потому что договор заключается в организации, чтобы мы увидели, что действительно этот человек с этой организацией имеет право там находиться на данном объекте. Ну и ряд других документов. Инициировать эту проверку могут ли родители, я не знаю, или это только плановые проверки? Это, как правило, через администрацию проходит районов, то есть они туда поступают, запросы, если мы выходим и проверяем. Ну либо если будет письменное дополнительное обращение к гражданам, мы, конечно, в рамках рассмотрения жалоба обращения мы можем провести проверку, но это будет точно конкретно. Объект образования. Спасибо. Наталья Вениаминовна, скажите, пожалуйста, а проводятся ли плановые собрания, может быть, заседания педагогического состава, где как раз рассказывается о том, как правильно себя вести в этом верном алгоритме действий на случай ЧП? Конечно. В начале учебного года, как уже говорили, проводятся инструктажи по различным направлениям, в частности, по антитеррористической защищенности. Если происходят какие-то чрезвычайные происшествия, соответственно, внеплановые инструктажи и руководители образовательных организаций в обязательном порядке издают приказы, то есть локально-нормативные акты, в которых они еще раз обращают внимание на усиление тех или иных мер мероприятий. Поэтому это ведется во всех образовательных учреждениях. Спасибо. А что касается проверок, вот этих учебных тревог, как часто они проводятся? То есть это как-то регламентировано? Они также есть плановые, есть внеплановые, которые осуществляются в частности и антитеррористической безопасности, то есть эвакуации детей для того, чтобы отработать алгоритмы, чтобы педагогический состав тоже знал все свои действия и также эвакуировать детей для того, чтобы дети знали, как себя вести. Вы знаете, я помню, что раньше на уроках ОБЖ мы говорили о том, как правильно себя вести, если произошло землетрясение, оползень, то есть какие-то такие природные катаклизмы. Сегодня есть ли в программе образования, в школьной программе, в том числе на уроках ОБЖ, может быть, либо это какие-то отдельные уроки, о вот этом правильном поведении в случае вот таких страшных ситуаций. На уроках ОБЖ сейчас в свете всех происходящих событий изучаются эти темы для того, чтобы дети знали свои действия. И поэтому педагоги, которые преподают этот материал, с детьми рассматривают, разбирают, как Татьяна Витальевна уже говорила. Сейчас Татьяна Витальевна тоже, я хочу, чтобы она рассказала об этом, потому что до программы мы об этом говорили. Разрабатывают в рамках уроков ОБЖ различные мини-проектные работы, именно направленные для того, чтобы дети сами практически свои навыки отражали и могли применить. Ну вот, к сожалению, получается, что дополняется у нас в данном случае, к сожалению, школьная программа. Татьяна Татьяна, расскажите, пожалуйста, потому что я до программы задавала вам тоже этот вопрос. Вы знаете, наверное, мы сами не должны бояться этих тем, мы должны с детьми разговаривать на эти темы и, конечно, вовлекать их самих в разработку материалов, информационных материалов. Вот у нас созданный приуполномоченный детский совет, они сами самостоятельно, с учетом событий, разработали памятку, где четко доступным языком на своем, может быть, даже каком-то сленге, они своим же сверстникам рассказали, разместили это в социальных сетях. И это, наверное, правильно, действительно. Для доступа, для детей. Да, и для понимания, для запоминания, потому что не всегда, наверное, уже и слышат дети педагога, потому что 6 часов они и так слушают педагогов, и еще, может быть, на такую тему не всегда эта информация откладывается. И потом, наверное, и невозможно предугадать, что все-таки действия детей по последнему случаю, может быть, сколько жизней было спасено, ведь грамотно дети все равно действовали и закрылись, и тишину создавали. И нам самим родителям даже надо уметь и знать, как действовать в этих ситуациях, как минимум не звонить детям на телефон. Поэтому здесь действительно необходимо говорить и необходимо отрабатывать на практике вот эти все действия. Спасибо. Ну вот если уж мы говорим про недавнюю трагедию 26 сентября, ведь там у нападавшего были травматические пистолеты, которые были переделаны в боевое оружие. Ведется ли учет этого оружия сейчас? Насколько, не знаю, может быть, просто сегодня нелегально купить это оружие? Нет, нелегальное оружие у нас, конечно, запрещено федеральными законами. Данную линию, конечно, контролируют надзорные органы, это Федеральная служба безопасности России, также Министерство внутренних дел России. Это их прямая прерогатива, то есть они занимаются данным вопросом. Но Росгвардия участвует в данном вопросе путем выявления, то есть незаконного оборота и, соответственно, уже передачи материалов для проведения исследований в эти компетентные органы. Сколько единиц оружия сейчас зарегистрировано в Иркутской области? Мы сейчас имеем 68 тысяч владельцев оружия на территории Иркутской области, у которых в пользовании находится более 134 тысяч единиц различных видов. Если мы сравним статистику, не знаю, прошлых лет, сейчас, мы можем сказать, что тенденция на уменьшение либо увеличение? Да, конечно, мы можем сказать. В связи с ужесточением федерального закона об оружии, постановление правительства, выпущено 814, у нас внесло серьезный ряд изменений. И мы буквально за два года видим снижение по области, свыше трех тысяч владельцев у нас ушло. Для каких целей вообще люди приобретают оружие? Ну вот человек, если он не является сотрудником ведомства, не является сотрудником силовых структур, гражданский человек, для чего? И должен ли он говорить о том, для чего он вообще приобретает оружие? Нет, ну как правило, они должны у нас по заявлению, по категориям делятся приобретение оружия. То есть человек уже определяется на начальной стадии. Ну, 70% я вам скажу, что это у нас владельцы, занимающиеся охотой. Также, конечно, у нас оружие приобретается для самообороны, ну и эта категория у нас есть такая для занятий спортом. В последнее время развивается такой вид деятельности. То есть, как бы, край, вы понимаете, у нас сибирский, то есть это у нас в крови люди приобретают оружие даже больше, чтобы было, лежало, когда-то там я все равно пойду охотиться, делают. Ну, то есть, обезопасивают, так сказать, свой дом, себя в данном вопросе. Сдает ли человек какие-то экзамены, проходит? Ну, вот помимо справки из психоневрологического диспансера, вот кто оценивает его, не знаю, состояние психическое, психологическое? Психическое, психологическое. С 29 июня у нас добавились требования, по которым мы теперь, как и Минздрав с 1 марта навел дополнительные требования, проходится дополнительное тестирование у психолога. Раньше сдавался непосредственно тест на химико-электросхилогическое исследование, это на наличие наркотиков, метаболизмов в организме ограничивающих. Сейчас, помимо этого, добавили обязательно тестирование у психолога. То есть психолог в течение минимума часа проводит свои тестирования. То есть это такой существенный барьер стал для получения лицензий на приобретение оружия. Это психолог, где он находится? Это ИПНД, допустим. Да, ИПНД, вот они непосредственно занимаются, перед тем, как получить заключение в медицинском центре по месту жительства, сначала проходят вот это исследование, в том числе и химико-электросхилогические исследования и так далее. А обучение они проходят в негосударственных образовательных учреждениях по программе подготовки обращения безопасности оружия и навыкового применения. То есть без этого никакого первоочайного оружия мы даже не рассматриваем при выдаче лицензий. Ну, кроме того, у нас еще предусмотрено для владельца травматического оружия ежегодно, раз в пять лет они проходят навыки и знания по данному обращению с оружием. Ну, то есть и там дополнительно также человек, наверное, оценивается. Ну, конечно, его проверка и знания оценивается дополнительно. Я знаю, что сейчас, на ваш взгляд, нужно ли ужесточение закона? И я знаю, что в том числе сейчас должны быть учтены не только боевое оружие, но как-то вот я просто забыла термин, к сожалению, как это называется. Охолощенное. Да, охолощенное. Да, спасибо. Охолощенное оружие у нас подлежит, конечно, регистрации. Мы ведем учет, но в федеральном законе об оружии нет конкретного назора с нашей стороны за данным видом оружия, так как оно оружием, по сути, не является охолощенное. Но в то же время нам приписано регистрировать отдельное введение наблюдательных дел по регистрации данного оружия у себя. То есть оно не требует дополнительного разрешения лицензии на приобретение. Это у нас на уровне магазина, осуществляющая торговлю оружием. То есть они по документам, что это граждане Российской Федерации, достигшие в возрасте 18 лет, могут продать ему данный вид оружия. А для организаций юридических лиц, которые приобретали данный вид оружия для проведения тренировок, допустим, со своими охранниками и так далее, то есть в рамках частной подготовки, то есть они теперь у нас в соответствии с изменением постановления правительства 814, они обязаны заявить данное оружие к учету в нашу орган территориальной розгвардии и поставить его на учет. Спасибо. Вот знаете, к сожалению, такая, мне кажется, страшная тенденция, вот мы можем отследить, что вот эти нападающие, это в основном ученики вот этих же обзывательных учреждений, которые выросли и приходят в эту школу с оружием. Вот тут я бы хотела поговорить о психологах, которые сейчас работают в школах, вот насколько психологи могут выявить в тот момент, когда этот человек является еще учеником, воспитанником этой школы, что какие-то проблемы могут возникнуть. Есть ли у психолога достаточно возможности для того, чтобы все-таки направить этого ученика куда-то на психиатрическое обследование, психиатру в данном случае? Ну, так как мы работаем, так как психологи работают с несовершеннолетними обучающимися, естественно, для того, чтобы психолог мог направить, он не имеет такого права, только рекомендательный характер. И это все осуществляется только с согласия родителей. Если же психолог встречает уже, будем так говорить, препятствия со стороны родителей, то здесь уже подключаются другие службы. Службы комиссии по делам несовершеннолетних и так далее. Вы знаете, я сейчас предлагаю посмотреть опрос. Наш журналист Мария Эвстратов вышла на улицу города и задала вопрос иркутянам. Готовы ли они, что их дети или внуки будут проходить тестирование у психолога? Давайте посмотрим, потом вернемся к обсуждению. Когда мы учились, дети у меня учились, не было психологов. А сейчас, может, это дань моде, что-то такое. Ну, наверное, это не обязательно, я думаю. Ну, вообще, я думаю, что да. Ну, особенности ребенка, то есть посмотреть подготовку к школе, ну, например, в нашем маленьком возрасте, насколько ребенок готов, стоит ли, допустим, с шести лет идти или с семи лет, на что обратить внимание именно родителям, на какие предметы отдельные и так далее. Я считаю, что это необходимо. Во-первых, нужно для школы, например, разобрать психотип ребенка. Это очень важно для того, чтобы подобрать ему индивидуальное обучение, потому что в обучении во всем этом процессе очень важен индивидуальный подход. Нельзя каждого ребенка под, ну, скажем так, под одну программу задействовать в обучении. У каждого ребенка свои какие-то переживания могут быть, свои какие-то проблемы или, наоборот, ну, отдельные моменты, скажем так. Поэтому это все нужно индивидуально так же подбирать, как и образование, так же и включение его в общество. Я считаю, что нет, не каждому. Почему? Ну, потому что это родители должны, на смотрение родителей должно быть, а не педагогов, я так думаю. Ну, вот как обязательно, я бы не сказала, что это нужно. То есть каждый родитель должен определить, насколько его ребенок нуждается в этом. А вот как обязательно, нет все-таки. Ну, желательно, потому что психолог никогда не повредит. Тем более детский подскажет родителям, как вести себя с ребенком. Ребенку поможет, потому что в школе сейчас очень сложно. Ну, я думаю, что неплохо было бы. Почему? Ну, потому что многим детям просто плохо в школе. Они плохо себя чувствуют в школе. И неплохо было бы, если психолог занимался. А психолог всего в школе один. И, как говорится, только анкеты получается, что... Время уделить каждому ребенку-то нет просто. Каждому ребенку же уделить сложно времени. А характеры у детей разные. Ну, вот такое мнение. Вот, Татьяна Витальевна, хочу у вас спросить. Скажите, а на ваш взгляд, за психологическим комфортом и состоянием детей все-таки только родители должны следить? Только школа? Или здесь вот все совместно? Чтобы родители из школы не конфликтовали. То есть вот один из опрошенных сказал, что индивидуальный подход. Вот родители правы в том, что действительно необходимо индивидуально подходить к ребенку. Ну и сам родитель готов, должен быть принять ребенка таким, какой он есть. Ведь завышенное требование родителя к ребенку, это тоже подчас сыграет злую шутку, когда ребенок действительно, вот эти поднятые планки, он не дотягивается, и отсюда начинается вот этот дискомфорт. А то, что на сегодняшний день психологи действительно не дорабатывают, но объективно, действительно, школы с большим числом детей, и все направлено на общепрофилактические какие-то мероприятия. Тестирование, оно тоже выявляет какую-то напряженность или какую-то опасность. Но вот понять, с чем это связано, это только уже действительно по желанию родителя, по желанию самого ребенка. Мы не должны забывать, что и ребенок сам должен изъявить желание пообщаться с психологом. И психолог должен войти в контакт с этим ребенком. Чаще всего, конечно, родители опасаются, что эта информация станет известна всей школе. Здесь, наверное, это тоже дыма без огня не бывает, и это действительно так. Конфиденциальность, к сожалению, не всегда соблюдается. И чаще всего родители прибегают к услугам психолога, который вне школы. Но это хотя бы и так, это тоже хорошо, когда родитель замечает, что необходима помощь специалиста, и главное, чтобы он нужного специалиста нашел. Потому что, наверное, и психолог, его надо тоже подбирать под ребенка, потому что не каждый, еще раз говорю, ребенок раскроется. Ну да, я согласна, что и квалификация к психологу должна быть тоже достаточно такой, чтобы не навредить, как мы тоже говорили об этом. Скажите, а вот обращается, вот то, о чем мы говорили, что сейчас все в руках родителей, если даже психолог видит, что проблема есть, он направляет этого ребенка на обследование психиатру, родители отказываются, но при этом страдает весь класс. То есть в данном случае закон защищает этого ребенка и эту семью, но, к сожалению, защищает, допустим, 30 человек в классе и эти семьи. Вот здесь, на ваш взгляд, может быть, нужно какое-то, не знаю, ужесточение этого закона, что необходимо обязательное обследование, нет? Я думаю, наверное, про ужесточение мы пока говорить еще рано, потому что, ну, надо понять природу. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, чтобы не было проблем. И когда вот они возникают, то здесь, конечно, необходимо вот эту нить союзничества с родителя и педагога сохранить и обеспечить. Это надо подобрать нужные слова, чтобы родитель понял, что есть проблема. Ну, а когда это, скажем так, нарушается, когда родитель не принимает проблемы своего ребенка, как уже коллега сказала, здесь, конечно, есть инструменты и комиссии по делам несовершеннолетних, и в том числе, наверное, в зависимости от действия этого ребенка необходимо их оценивать, и возникает, и ребенок растет, и возраст привлечения к ответственности он уже достигает. Поэтому, конечно, это только разъяснительная работа, и работа с педагогами и с самими родителями. Ну, и потом, никто, наверное, все равно не запрещает с ребенком индивидуально работать любому педагогу, независимо от того, психолог он или не психолог. То есть рекомендации психолога о каком-то подходе к ребенку должны быть каждому педагогу. Вот как мы уже говорим, индивидуальный подход, то, наверное, может быть, лишний раз и не надо провоцировать этого ребенка на те или иные действия, и понимать, что вот здесь, может быть, лучше промолчать, лучше индивидуально отработать, лучше отдельно от всех спросить. Но вот, к сожалению, мы этого не имеем. А когда вот этот ком, он нарастает, он вот выход имеет вот не всегда правильный. А есть ли в Иркутской области у нас, может быть, анонимная служба психологической помощи для подростков, куда они могут обратиться? Или это в доступе школьный психолог, опять же? Телефон доверия. У нас, в общем-то, все экстренные службы, все это можно найти. У нас сейчас, знаете, никто просто не запоминает номера телефонов. Но вот необходимо путь показать, где это можно найти. Вот в нашей большой сети, в интернете можно найти. Все экстренные службы и на сайте правительства есть, на нашем сайте есть. То есть все эти телефоны, адреса можно найти. Ну и потом, анонимные они, я думаю, что в любом случае это конфиденциально. То есть любой клиент, который обращается к специалисту, вся информация, которая становится известной, она, конечно, не подлежит разглашению. Поэтому здесь переживать или там, что эта информация станет известной. И самое главное, все переживают, что если они к психиатру сходят на консультацию, то обязательно его ребенка поставят на учет. Да ничего подобного. Ставят на учет, когда есть длительные какие-то расстройства. А любая консультация, она на то и консультация. Люди пришли поговорить, узнать, есть ли или нет проблемы. Если они есть, как их решать. Ну и это может ведь предупредить большие проблемы в будущем, когда вовремя обращаются. Большое спасибо. Вы знаете, очень хочется, чтобы таких тем на самом деле меньше было. Но думаю, что все-таки вот в подобном нужно поднимать все-таки эти вопросы, потому что здесь может как раз-таки найти какой-то выход в данном случае. Победил у нас второй вариант в нашем опросе. То есть наши телезрители считают, что охрана в школу должна осуществляться все-таки силами Росгвардии. Я напомню, что вы смотрели «Время вопросов». Я, Юлия Кожевникова, прощаюсь с вами. До следующей среды. Не переключайтесь, оставайтесь на исти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова